Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим классификацию тестоделительных машин. К тестоделительным относятся машины, выполняющие операции по разделению теста на куски одинаковой массы и формы. Сложность выполнения этих операций заключается в специфичности свойств теста. Оно представляет собой продукт с капиллярно-пористой структурой, удерживаемой упругим эластично-пластичным скелетом, поры которого заполнены газом, состоящим из углекислоты, паров воды, спирта и других продуктов брожения. Под действием образующегося в процессе брожения газа увеличивается объем теста, уменьшается плотность, и меняется структура и свойства составных частей. После приготовления выброженное тесто подвергают разделке. Процесс разделки теста из пшеничной сортовой муки состоит из деления теста на куски, округления и предварительной их расстойки, формования и окончательной расстойки. Процесс разделки теста из ржаной или ржанопшеничной муки несколько отличается от предыдущего и включает только деление на куски, их формование и окончательную расстойку. Все эти процессы выполняются специальными машинами и агрегатами. Тесто делительными, тесто округлительными, формующими машинами, конвейерными, шкафами для предварительной и окончательной расстойки. В промышленности применяются тестоделительные машины различных конструкций. Все существующие машины делят тесто на куски по объемному принципу. Одним из основных требований, предъявляемых ко всем тестоделительным машинам является точность деления, то есть постоянство установленной массы каждого отдельного куска теста. Точность деления при выработке хлебобулочных изделий должна быть не ниже плюс-минус два с половиной процента заданной массы. Точность деления зависит прежде всего от постоянства объемной массы теста, поступающего в делительную машину. Для обеспечения более высокой точности деления теста в тестоделительной машине предусматривается устройство для уплотнения теста путем создания механизма для предварительного давления. Это обеспечивается применением в делительных машинах стабилизаторов давления, пружинных, гидравлических и пневматических. В тестоделительных машинах, создающих повышенное давление в конце нагнетания, точность более высокая. Однако при чрезмерном давлении, а также при длительном механическом воздействии на тесто в процессе перемещения его в тестовых камерах, физико-механические свойства теста могут измениться, что является недопустимым. Кроме того, точность деления зависит от равномерности нагнетания теста и конструкции делительного механизма, который должен обеспечивать отделение кусков теста равного объема. Таким образом, конструкция тестоделительной машины должна соответствовать ряду требованиям. Первое. Создание постоянной плотности теста перед делением его на куски. Второе. Равномерное заполнение мерных карманов тестом. Третье. Постоянная скорость выпрессовывания тестового жгута. Четвертое. Возможность регулирования массы кусков теста в определенных пределах. В зависимости от способа предварительного сжатия и нагнетания теста в делительные устройства, тестоделители изготавливаются со шнековым, поршневым, лопастным, волковым и пневматическим нагнетанием. Шнековое нагнетание обычно применяется при делении теста из ржаной и пшеничной муки второго сорта. А поршневое, лопастное, волковое и пневматическое нагнетание применяется при делении теста из пшеничной муки первого и высшего сорта. Так как при шнековом нагнетании пшеничного теста ухудшается структура его клейковины. Существует несколько классификаций тестоделительных машин. Первые классификации были предложены Артобалевским, Лившицем, Зайцевым и другими. В основу классификации Артобалевского положены способ нагнетания теста в мернике и характер движения делительной головки. Лившиц полагал, что за основу классификации следует принять элементы, наиболее предопределяющие качественные и количественные показатели работы. В качестве названных он указывал на гнетательные устройства и мерники. Зайцев классифицирует тестоделительные машины по способу отмеривания на три группы. Делящие тесто на куски мерными карманами, отсекающие от выпрессовываемого жгута теста и штампующие или делящие кусок известной массы на определенное число частей. В зависимости от кинематической связи делительного механизма с общим механизмом, все тестоделительные машины делятся на две группы. Машины с фиксированным и нефиксированным ритмом отделения кусков теста. В машинах первой группы кинематические звенья делительного механизма жестко связаны с кинематическими звеньями всей машины. Поэтому делительный механизм работает с постоянным ритмом в определенной последовательности с остальными органами машины. В машинах второй группы делительный механизм кинематически не связан с общим механизмом машины и включается в работу только при достижении куском теста заданного объема. Тестоделители с фиксированным ритмом работы имеют постоянную производительность по количеству кусков, но обеспечивают меньшую точность деления, чем машины с нефиксированным ритмом работы. Тестоделители с нефиксированным ритмом работы обеспечивают более высокую точность деления, но они имеют непостоянный период цикла деления, который зависит от подачи теста. Вследствие этого машины имеют непостоянную производительность, что ограничивает их применение в автоматизированных поточных линиях. Соколов указывал, что сложные схемы классификации не только не могут охватить процесс, но и подтверждают их громоздкость, поскольку многообразие признаков при многоступенчатой классификации затрудняет составление и анализ обобщающей системы. Примерно такого же направления классификации придерживается Трубенков, дополняя его соображение построением классификации, основанной на технологическом ряде, то есть разделении машин на группы, обеспечивающие определенные технологические схемы. Золотов и Арахимштейн обратили внимание на необходимость отражения в системе классификации степени согласованности нагнетающей и дозирующей систем и характера их работы, периодического или непрерывного. При этом разделение производится на две группы. В зависимости от того, равное или большее количество теста подается нагнетателем в камеру сжатия по отношению к тесту, воспринимаемому за рабочий цикл дозирующим устройством. Однако предлагаемая ими система в целом является громоздкой и не опирается на конкретные теоретические разработки. Краткий анализ существующих классификаций тестоделительных машин свидетельствует об отсутствии завершенной и научно обоснованной классификации тестоделителей, опирающейся на глубокие конкретные разработки теории процессов. Для обоснования приводимой нами классификации тестоделителей проанализируем рабочий цикл машины и отдельные операции. Затем выделим те из них, которые наиболее существенно влияют на процесс и укажем взаимосвязь между работой отдельных систем, дадим определение отдельных элементов тестоделительной машины. За время рабочего цикла в тестоделительной машине совершаются следующие операции. Заполнение рабочей камеры тестом, сжатие теста до рабочего давления, перемещение теста по рабочей камере, наполнение мерной камеры, стабилизация давления, выдача отмеренной заготовки, возвращение избытка теста в приемную воронку. В зависимости от принятой схемы указанные операции могут совмещаться, менять свою последовательность, либо исключаться. Совокупность указанных операций и составляет рабочий процесс тестоделительной машины. Для систематизации и анализа рабочих процессов, вывода основных положений общей теории тестоделительных машин, необходимо рассмотреть принципиальные схемы тестоделительных машин. В наименованиях классификационных схем указываются лишь основные характеристики. Вид нагнетателя теста, способ стабилизации давления и отмеривания дозы. Нагнетатель обеспечивает подачу и сжатие теста в рабочей камере. Под действием определенного давления тесто заполняет мерные емкости делительной головки, либо просто покидает рабочую камеру. Нагнетатели бывают шнековые, поршневые, вальцовые, лопастные, роторные, пневматические и другие. Стабилизатор давления – это устройство, обеспечивающее постоянство давления в рабочей камере тестоделителя в момент отмеривания дозы. Стабилизация обычно осуществляется с точностью плюс-минус 3 десятых на 10 в пятый паскаль. Делительная головка – это устройство, содержащее мерные емкости, которые при заполнении их тестом соединяются с рабочей камерой, а при разгрузке отсоединяются от нее. Если деление теста на куски осуществляется путем отсекания ножом выдавливаемой массы через мундштук, то считают, что делитель не имеет делительной головки. Стабилизирующее влияние на процессы, происходящие в рабочей камере, оказывает величина буферной емкости. Она представляет собой часть рабочей камеры, которая остается заполненной тестом по окончании рабочего цикла. В принципиальной схеме должны найти отражение только те элементы, которые оказывают влияние на характер процесса. Однотипные схемы объединяют группы делителей. Например, делители с поршневым нагнетателем теста и поворотной, качающейся или совершающей поступательное движение делительной головкой относятся к одной группе. Делителем с поршневым нагнетанием и делительной головкой, поскольку способ перемещения последний не влияет на характер рабочего процесса тестоделения. На характер процесса также не влияет конфигурация нагнетательного поршня и мерной камеры. Прямоугольная, круглая, овальная и прочее. Способ выдавливания теста из мерного кармана делительной головки, противодавления, механический привод и прочее. Для облегчения анализа рабочих процессов на схемах указаны характерные объемы. В нулевое – объем рабочей камеры. В1 – камеры сжатия. В2 – стабилизации давления. В3 – буферный объем. В4 – суммарный объем мерных камер. В5 – объем теста, возвращаемого в приемную воронку из рабочей камеры. С учетом изложенного ранее существующие конструкции тестоделительных машин можно классифицировать на следующие 9 групп. По мере моего рассказа будут демонстрироваться схемы тестоделителей. Тестоделительные машины с поршневым нагнетателем и делительной головкой. Такие марки как SD, HTD, RMK и другие. Нагнетание теста в этих машинах осуществляется с помощью прямоугольного поршня. Стабилизация давления достигается применением пружинного или гидравлического демпфера. Делительные головки обычно многокарманные с плавающими поршнями и механическим выталкивателем. Буферные емкости имеют значительные размеры. Тестоделительные машины с лопастным нагнетателем, выполненным в виде поворотной лопасти, жестко закрепленной на валу и поворотной делительной головкой. К ним относятся машины типа А2-ХТН. Это тестоделительные машины позволяют стабилизировать давление в рабочей камере. Стабилизация осуществляется с помощью пружинного демпфера, установленного на рычаге отсекающей заслонки. Делительная головка двухкарманная со спаренными плавающими поршнями, перемещающимися за счет давления теста. Тестоделительные машины с лопастным нагнетателем в виде качающейся лопасти и дополнительного волкового питателя без делительной головки. Отделение заготовок осуществляется путем отсекания ножом тестовой массы, выпрессовываемой через мундштук. К этим машинам относятся такие машины, как Дива, Ультима, С70 и другие. Для машин этой группы характерны сравнительно мягкое воздействие на тесто, низкое давление в рабочей камере, высокая точность деления и малое потребление энергии. Однако их конструкция сложная, имеет большое количество передач и рычажных, быстро изнашивающихся механизмов. Тестоделительные машины с лопастным нагнетателем, выполненным в виде вращающегося барабана с убираемой лопастью и делительной головкой с механическим приводом мерных поршней. Эти машины обладают существенными достоинствами по сравнению с другими. Тестоделительные машины с роторным нагнетателем и дополнительным волковым питанием без делительной головки. Эти машины отличаются тем, что нагнетатель выполнен в виде ротора с вырезом определенной конфигурации, который используется для подачи и нагнетания теста. В этих машинах сочетаются высокая простота конструкции и управления, рациональное построение рабочего процесса и более высокая производительность. Тестоделительные машины с волковым нагнетателем и делительной головкой, таких марок как ХДВ, РМК, системы Целика и другие. Волковые нагнетатели обычно используют для пшеничного теста, так как они отличаются сравнительно мягким воздействием на тесто. Давление, создаваемое нагнетателем в рабочей камере, зависит от диаметра волков и зазора между ними. Машины обычно работают без стабилизаторов давления. Делительные головки многокарманные, но под заполнением в большинстве случаев находится один карман. Тестоделительные машины с волковым нагнетателем и прокатывающим волковым устройством без делительной головки. К ним относятся многоручьевые тестоделительные машины, которые предназначены для выработки мелкоштучных изделий из пшеничной сортовой муки. В этих машинах тесто формуется методом прокатки, которое по интенсивности проработки аналогично обжатию теста под давлением в закрытой камере. Отделение кусков от прокатанной ленты производится вращающимися ножами. Тестоделительная машина компонуется оригинальным многоручьевым округлителем, после которого тестовые заготовки выходят рядами по 4-6 штук. Тестоделительные машины со шнековым нагнетателем и поворотно-делительной головкой. ХДФ-2М, Кузбасс и другие. Предназначены для деления ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста из муки второго сорта. Нагнетание теста осуществляется с помощью одного или двух шнеков. Стабилизаторы давления отсутствуют. Делительные головки – это головки поворотные, барабанного типа, со спаренными плавающими поршнями, перемещение которых осуществляется под давлением теста. Тестоделительные машины со шнековым нагнетателем без делительной головки, такие как ХДР и другие. Они отличаются от предыдущих тем, что разделение теста на куски осуществляется с помощью ножа, который периодически отсекает непрерывно выдавливаемую через мундштук тестовую массу в виде цилиндра. Точность деления теста у этой группы машин значительно ниже, чем у предыдущей. Но они оказывают на тесто более слабое воздействие и требуют значительно меньшего расхода энергии на привод машины. Рассмотрим процессы, происходящие в камерах тестоделительных машин. Процессы, происходящие в рабочих камерах, имеют свою специфику. Они совершаются циклически в течение сравнительно короткого времени, исчисляемого секундами или их долями. За это время протекает целый комплекс процессов. Однако, принимать во внимание следуют лишь те из них, которые за короткое время движение делителя оказывают существенное влияние на тесто или на сам процесс деления. Брожение в тестоделительной машине протекает очень медленно и поэтому здесь не учитывается. Кратковременное давление и механическое перемешивание, которые имеют место в рабочей камере тестоделительной машины, влияют существенно на структуру, физико-механические свойства теста и характер последующего брожения. Они являются определяющими факторами при выборе рабочих параметров тестоделительной машины. Достаточно неполно и неразумно рассматривайте только лишь влияние давления в рабочей камере на точность деления тестовых заготовок. Также важно обращать внимание на изменение свойств теста на последующих этапах технологического процесса при растойке и выпечке. При воздействии давления на сброженное тесто в нем уменьшается объем газовых пузырьков и происходит поглощение части газа тестом, а при одновременном введении и интенсивном механическом перемешивании происходит деление газовых пузырьков на более мелкие, что способствует созданию равномерной мелкопористой структуры. Последняя способна лучше удерживать газовую среду на последующих этапах технологического процесса. Весьма важным при указанных операциях является изменение свойств клейковинного скелета с образованием поперечных связей между смежными белковыми молекулами, что на определенной стадии способствует упрочнению структуры, повышению газоудерживающей способности и снижению липкости теста. Совместное воздействие на тесто, давление и механического перемешивания имеет строго определенный оптимум, после которого наступает ухудшение свойств теста. Поэтому параметры рабочей камеры тестоделительной машины должны лимитироваться показателями качества теста. Проведенные исследования теста, созревшего до стадии разделки, показали, что после обжатия под определенным давлением, тесто в расстойке достигает большего объема, чем тесто, не подвергшееся воздействию давления. При этом повышение давления способствует укреплению клейковины и снижению расплываемости теста, вплоть до давления равных 5 на 10 в пятый паскаль. Однако при давлении выше 2 на 10 в пятый паскаль упрочнение структуры теста происходит параллельно со снижением бродильной активности дрожжей. Поэтому увеличение объема заготовок в расстойке было меньше, хотя они имели и большую высоту. Благодарю вас за внимание. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную классификации тестоделительных машин. В начале лекции мы представили простую, легкую для восприятия классификацию, а потом усилили ее схемами тестоделительных машин. И коротко рассмотрели отличия между ними. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получить уведомления о новых видео. Поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.